Законы, которые пишутся синяками и ушибами. В Барнауле появилась еще одна территория, на которой запрещено ездить на электросамокатах. Ближе к земле. Кто и зачем продвигает агротуризм в Алтайском крае? Пришло время шукшинских чудиков. В Барнауле стартовал фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». В России продолжит дорожать аренда жилья, сообщают федеральные СМИ. С начала июля стоимость долгосрочной аренды увеличилась почти на 4%. По мнению аналитиков, рост цен напрямую связан с ростом числа арендаторов. Так, в среднем в России однокомнатная квартира в месяц стоит около 30 тысяч рублей, двухкомнатная – 43 тысячи. Самый высокий рост цен наблюдается в столичных городах. Стоимость однушки может достигнуть и 60 тысяч рублей в месяц. Например, если комната – это одна история, может быть, она и на мало подорожала, а там большие квартиры, они так, ну, по существеннее. Увеличение спроса на аренду жилья эксперт также связывает с высокой ставкой по ипотеке. Ведь те, кто не готов приобрести жилье, вынуждены искать варианты, приемлемые для своего кармана. В парке «Изумрудный» запретят ездить на электросамокатах. Новое правило будет действовать с 1 августа. Как известно, законы пишутся кровью, а в данном случае – синяками и ушибами. Причем и самих самокатчиков, и тех, кто страдает из-за них. В следующем сюжете расскажем подробнее. Ребенка сложно остановить, он побежит под колеса, и все. Речь не о машине, а всего лишь об электросамокатах. Дорожные войны самокатчиков и пешеходов развернулись и в парке «Изумрудный». Я просто уже не раз видела, как столкновение было, ну и как бы вот задевались за людей, и люди были недовольны. Слава Богу, обходится все без каких-то происшествий, потому что как они гоняют на самом деле, ну все это видят, что скорость неприемлемая, и здесь у нас велопешеходная дорожка, по которой нужно двигаться аккуратно, строго разделено по полосам, и нужно с уважением друг к другу относиться. Еще два года назад руководство парка начало вести беседу с владельцами кикшеринговых компаний, которые сдают самокаты в аренду. В «Изумрудном» просили ввести ограничения по скорости 5 км в час, чтобы самокатчики передвигались на одном уровне с пешеходами. Длительная переписка была, мы просили их, чтобы они сделали ограничения, то есть так можно сделать, что в системе автоматически блокировалась скорость в парке именно. Но не получили какого-то ответа, потому что они мотивировали тем, что если мы скорость снижаем, то самокат может падать, и это неудобно будет для самокатчиков. А тем временем в Барнауле продолжает расти число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. С начала этого года в городе зафиксировали 675 нарушений ПДД среди самокатчиков. Власти были вынуждены объявить улицу Молотобольскую, свободной от электросамокатов, от проспекта Социалистического до Ленинского. Самокаты, которые барнаульцы берут в аренду, в этой зоне просто неактивны. Тех, кто захочет проехать здесь на своем электросамокате, ждет штраф 800 рублей. Такие же правила будут действовать и в Изумрудном с 1 августа. Госавтоинспекция Барнаула вышла с инициативами в администрацию города об ограничении скорости движения СИМ и его запрета путем установки дорожных знаков 3.35 в местах стопления граждан, где самокаты представляют опасность для пешеходов. Мы считаем, что примечение скорости движения СИМ в парках города будет способствовать снижению количества происшествий с их участием. Скоро в парке появятся знаки, а сотрудники ГАИ будут проводить рейды. Надо учитывать все мнения самокатчиков, которые здесь катаются, и посетителей парка, конечно, надо учитывать мнения. Надо как-то цену искать, чтобы можно было и тем нормально, и нам, и приходам тоже нормально было. Раз не соблюдаются дорожки, детишек много маленьких, то, наверное, это больше безопасности. Если бы все правильно соблюдали велосипедные дорожки, то бы все катались спокойно. Сегодня в Барнауле продолжают прививать культуры езды на электросамокатах, и чтобы их не раскидывали где попало, в городе начали наносить разметку для стоянки самокатов. Такие уже появились на проспекте Ленина 82 и 102В, на улице Молодежной 15 и 29В, также на площади Победы 1 и 3. Что касается перспектив, в госавтоинспекции намерены и дальше предлагать инициативы по увеличению числа территорий, свободных от электросамокатов. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. И к другой теме. На Алтае набирают обороты агротуризм. Втягиваются в процесс даже владельцы небольших и совсем маленьких ферм. Связь с природой, экологически чистая еда и контакт с животными. Именно таким видит аграрный туризм хозяйка фермы в Первомайском районе. Ради туристов ей даже пришлось немного перестроить свою повседневную жизнь. Каковы перспективы развития агротуризма и кого так сильно влечет сельская местность, выяснял наш корреспондент. Курочек немного. Курочек всего, ну, наверное, штук 50. Они у нас содержатся на вольном выгуле. Вон они все столпились. Вольный выгул – это вот все. Они копают червячков, роют, мух ловят. Яйца кур, которые содержатся на свободном выгуле. Антонина Гордиенко, хозяйка небольшой фермы, называет экологически чистыми. Все говорят – домашнее яйцо, домашнее яйцо. Но когда оно содержится в клетке и потребляет пшеничку, которая, извините, из полей потравлена, это уже совсем другое. Люди начинают с пониманием относиться уже к эко-едам. Что такое эко-едам? Яйца, козье молоко, сыры. Женщина уже 20 лет проживает на даче и занимается фермерством. Мы уже снимали сюжет об этом 4 года назад. И рада, и рада, и рада, и рада, и рада. Вот она, юча, юча, юча. Во время кормежки, во время дойки, называешь ими, они быстро привыкают. 4 года назад было 40 кос и ослица. Осенью прошлого года – порядка 60. Однако в этом году женщина решила сократить стадо до 17 голов и немного поменять вид деятельности, сделав упорно агротуризм. Агротуризм нужно совмещать природу в единое с житием. Притягиваем людей, которые приезжают с детьми в основном, знакомятся на контакте с животными. Животные очень социальные, подходят, подпускают к общению хорошо. Смотрю на них, дети дикие, на все шугаются. Курочка – это у нее гусь, гусь – это у нее курочка. Чаще всего приезжают гости из Барнаула и ближайших районов. Плюс рядом санаторий, а там география обширная, говорит хозяйка фермы. От Санкт-Петербурга до Владивостока. Развивать агротуризм женщина планирует по-своему. И делать это нестандартно и особенно. У нас чем проще, тем круче получается. Вот у нас приезжала ко мне француженка. Я торт сделала, пироги, стол накрыла. Она приходит, говорит, господи, мне ничего не надо, ничего не надо. Дайте мне плед, и я пойду под березкой полежу. В планах расширяться и дать возможность людям погрузиться в сельскую атмосферу еще глубже. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. В регион вновь пришла аномальная жара. К выходным столбик термометра приблизится к отметке в 35 градусов. Устали или нет барнаульцы от настоящего пекла? С этим вопросом вышли на улицы города. Да, честно говоря, не устали. Слишком холодно было, так что пусть лучше пока жарко. Слишком дождливое лето в этом году, пускай чуть-чуть побудет пекло. Жарко очень, на самом деле. Как спасаетесь? Мороженое хаваем до водички холодной. То есть более комфортная температура, это пониже, да? Ну, примерно плюс 15, вот это нормально. Я думаю, да, плюс 18 где-то так комфортненько будет. И желательно, чтобы не было от этого солнца. Да нет, в целом нет. Но хорошо было бы искупнуться, конечно. Я бы, честно, дома в квартире с кондиционером просидел. И квас еще какую-нибудь, воду холодную. И все. Ну, на пляж можно тоже выбраться раз в месяц. Потому что пляжи дорогие у нас все-таки. Я устала. Очень сильно. Очень. А как спасаетесь? Вообще вода с лимоном и льдом. Самое лучшее средство. Немножко устали. Чуточек. Еще кондиционер в машине работал. Было бы прекрасно. А вообще как отдыхаете? Выходим на задний двор, падаем в бассейн и расслабляемся. Вообще клево. Лучше три месяца погреться. И это очень хорошо, что в этом году такая замечательная жаркая погода. Потому что было очень холодное лето. Все-таки мы живем в Сибири. И должны радоваться, получать как больше витамина Д. Поэтому жара – это супер. Поэтому радуемся и получаем удовольствие. Леонардо Ди Каприо приехал на Шукшинский кинофестиваль и прошел по красной дорожке. Конечно, это не голливудский актер, а исполнитель его роли в российском фильме. Среди тех, кому достались зрительские аплодисменты и цветы, также актрисы Наталья Бондарчук, Ирина Алфьорова и другие. Торжественное открытие кинофестиваля по традиции прошло в драматическом театре, который носит имя Василия Шукшина. Подробнее смотрите в сюжете. Марина Курчевская. Советская и российская художница. По красной дорожке к театру драмы выходят гости и участники Шукшинского кинофестиваля. Кинематографисты, режиссеры, сценаристы, актеры, деятели культуры и искусств. Из самых ярких персонажей – алтайский Леонардо Ди Каприо, Александр Ясень, сыгравший голливудского актера в фильме «Лео. У нас сибирские обстоятельства». Приехали и такие звезды, как заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук. И народная артистка России Ирина Алфьорова. Она уже в первые секунды своего выхода была на расхват у желающих получить автограф. У вас было желание попросить автограф у кого-то из звезд? Ну, было, но, на мой взгляд, как-то не сильно культурно лезть в общую толпу и спрашивать автограф или еще как-то. В принципе, достаточно ауры вот этой вот торжественности фестиваля. Очень приятно это видеть, что люди крайне рады, потому что шукшинские дни на Алтае есть. Особенности, я думаю, что действительно эта выставка, посвященная, ну, с фильму шукшину. Она находится на втором этаже в театре драмы. Это, конечно же, гости. Это программа очень большая и короткого метра, и полного метра. Это просто великолепие. То есть всем рекомендую прийти, посмотреть кино. Честно, я хочу посмотреть все, потому что из короткого метра, например, выбрано 15 короткометражных фильмов, и я каждый хотела бы посмотреть. Очень надеюсь найти их в сети. Торжественная церемония открытия продолжилась уже в зале театра. Народные песни и хороводы – то, без чего у фестиваля имени творца деревенских чудиков не было бы своего особого колорита. На сцене творческие номера представил ансамбль песней и танца «Алтай». История о грешном человече, которому ничего на свете не надо, ни злата, ни серебра, запомнилась всем. Все его произведения как будто о нас, о нашей жизни. Поэтому я думаю, что ни одного жителя Алтайского края не будет, который был бы к нему равнодушен. Творчество Шукшина делает людей чище, лучше. Поэтому, наверное, мы сюда ездим каждый год. Так вот получилось. Василий Макарович прожил 45 лет. И 50 лет его уже нет с нами. С каждым годом как будто все сложнее и сложнее что-то сказать новое, или открыть для себя новое, или почувствовать. Но год от года нам это удается. Фестиваль документального кино «Нравственность есть правда» для кинематографистов – возможность не только показать свои работы, но и вдохновиться постановками коллег. Все фильмы, участвующие в программе кинофестиваля, и это не только документальные, можно будет посмотреть в барнаульских кинотеатрах «Галакси», «Мир» и «Премьера». Показы пройдут и в Бийске. Дарья Ярушина, Дмитрий Денисов. День с толком. А далее подробнее расскажем о выставке, которая стала результатом сотрудничества Мосфильма и музея Василия Шукшина. Об уникальных экспозициях и о том, как долго будет работать выставка, смотрите в сюжете. Уникальные кадры, письма – такое не встретишь даже в сростках. Это выставка – результат сотрудничества Мосфильма и музея Василия Шукшина. Вообще, тему Мосфильма и Шукшин ранее особо не затрагивали здесь, на Алтае. Локации позволяют заглянуть в рабочий кабинет режиссера, увидеть березки, с которыми разговаривал герой Калины Красной. Здесь мы видим влияние Мосфильма на творчество Шукшина и, наверное, влияние Василия Макарыча, его личности, его дара, его творчества на историю Мосфильма, его вклад в историю этого киноконцерна у нас сегодня. Первые гости выставки, которая открылась одновременно с кинофестивалем, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бонтарчук и народная артистка России Ирина Алферова. Когда смотришь Калины Красной, там все уже понятно. Уже не влюбляешься. Самый русский, самый необыкновенный, праздный. И такой, ну, самое главное, в нем суть вот эта, которая помогает жить. Потому что все равно, вот чтобы мы не говорили, это невысокие слова. Когда смотришь, видишь, то он во мне. А как он? Он во мне. Я думаю, что уникальность его в том, что он не расстался со своей землей. Понимаете? То есть кто он и откуда? Он отсюда. Я вот сейчас проехалась по Чуйскому тракту. Красивой земли я не видела в жизни. Я была на первых фестивалях. Я была с Золотухиным здесь. Господи, с кем я только здесь не была на этих фестивалях. Я помню, был ураган, и все это улетело на наших глазах. Да, вот эта постройка на пикете, здесь же разная была погода. И в то же время идут сюда сотни, сотни и тысячи людей. Выставка будет работать всю неделю в Театре драмы. А потом оценить экспозицию можно будет осенью на Театральном фестивале по произведениям Василия Шукшина. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Он всегда был участником Шукшинских дней на Алтае. Последние годы мешала тяжелая болезнь. Сегодня Анатолий Кириллин ушел из жизни, и это огромная потеря для всего писательского сообщества края и не только. Член Союза писателей с 1988 года. Почти 8 лет, с 2012 по 2020, он возглавлял краевую писательскую организацию. Автора рассказов и книг многие запомнят как талантливого журналиста. В продолжительное время он работал корреспондентом краевого радио, а затем в начале 90-х был корреспондентом, ведущим и директором независимой телекомпании «ТВ Сибирь». Мы запомнили Анатолия Владимировича как очень коммуникабельного и отзывчивого человека, который будто не чувствовал возраста. На наши просьбы дать комментарий никогда не отказывал. Делал это с удовольствием. Шесть лет назад, к его 70-летию, мы делали сюжет об Анатолии Кириллине. Он был бодр и весел, и рассказывал, кем хотел стать в детстве. В восьмом, я не помню в каком, где-то так уже, задавали вопрос, на который уже было письменно отвечать, кем ты хочешь быть. Я написал, хочу быть поваром. Почему-то моих родителей из-за этого вызвали. Ну, наверное, космонавтам надо было писать. Прощание с Анатолием Кириллиным пройдет в Барнауле в воскресенье. Вопрос, где похоронят писателя, пока решается. Но мы переходим к другой теме. Днем она руководит автомастерской, вечером ухаживает за растениями. Жительница Барнаула Светлана уже много лет выращивает в своей квартире самые разные зеленые насаждения. В ее коллекции заморские, тропические и просто те, которые особенно к душе. Валентина Аскерова сегодня, в День флориста, побывала в гостях у нашей героини и узнала историю ее любви к зеленому миру. Это фикус лирата, о котором я давно мечтала. Он приехал ко мне по почте. Я два года его искала. Это довольно редкий фикус. Сейчас он немножко постоит, адаптируется чуть-чуть. И я его пересажу. Фикус лирата, монстера, полиподиум. Не квартира, а настоящая оранжерея. В комнатах у Светланы Павшинкиной проживают несколько сотен растений. От отечественных до заморских. Любовь к зелени у девушки появилась в раннем детстве. В студенчестве приобрела кактус. И любовь к растениям окончательно пустила корни в ее сердце. Много растений, потому что это часть природы. Мне кажется, человек все равно тянется к природе. А в городе без нее сложно жить. Сложно находить какие-то способы. Подстроиться под ритм и все остальное растения. Они имеют свойство все равно заземлять человека. Каким-то образом его выравнивать. А вообще флористика для Светланы больше хобби, нежели профессия. Работает она в автосервисе. Забота о растениях у Светланы своего рода медитация. Ежедневно девушка уделяет своим подопечным час времени после работы. И этот час, он просто, чтобы тебя разгрузить эмоционально. Ты приходишь, и чтобы все рабочее и уличное с себя снять, ты пошел, цветочками позанимался, и все. И ты такой весь красивый, ровненький, готов заниматься дальше своими делами какими-то. Просто час, как медитация, как релаксация, как отдых такой, как фитнес, а еще в воду, так сказать. Уже на протяжении полутора лет Светлана ведет свой телеграм-канал, где рассказывает, как правильно ухаживать за растением. Я пересадила неделю назад. У него уже новые листочки резут. Делюсь просто красотой растениям. Рассказываю, как ухаживать за ними, какой грунт, какому растению нравится, как бороться с вредителями, с болезнями растений. Когда у меня появляются излишки, я туда выкладываю, чтобы людям предложить их. Ну, в общем-то, и все. Рассказываю о своих путешествиях. Так же, как я фотограф, еще я выкладываю, ну, пейзажи иногда выкладываю, которые я фотографирую. Светлана любит путешествовать. Из новых мест привозит не сувениры, а новые цветы и растения. И сегодня в День флориста девушка мечтает о том, чтобы зеленых и атмосферных пространств становилось в Барнауле как можно больше. Чтобы растения лечили и вдохновляли не только флористов, но и всех горожан. Я люблю большие растения, вот как вот этот вот. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Полтысячи спортсменов из 54 регионов страны. В Барнауле впервые пройдет спартакиада учащихся России. Юные спортсмены в течение 10 дней будут соревноваться в кикбоксинге, шахматах и гребле. Соревнования по разным видам спорта пройдут со 2 по 11 августа. Одним из ярких событий спартакиады станет церемония открытия. Она состоится 7 августа в Титов-арене. В 17.30 перед Ледовым дворцом стартует развлекательная программа для зрителей. Аклагрим, подвижные игры. А в 19.30 начнется церемония открытия. Выступит популярная музыкальная группа «Пицца». Ну и самый приятный бонус на мероприятие – вход бесплатный. Что ж, на этом у меня все новости. Смотрите нас, как всегда, на «22 кнопки» в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции – 205 545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а далее узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. Продолжение следует...